Петропавловск Уже шестые сутки сразу несколько частных секторов Петропавловска в буквальном смысле пустуют. На улице ни души. Остались только самые стойкие мужчины. Они стражат добро. Кошки на крыше, собаки на будках сидят. Потому что иначе там вода кругом. А семья где ваша? А все уехали в город. В старых хрущевках воды по колено. 80-летняя Альпеш Зайнулина только что похоронила единственного сына. Теперь живет одна и в воде. Из-за затопленной квартиры сбежал даже кот. Невозможно жить. Короче, говорят, что там. Если люди ее сознательнее видали, хуже собакой. В соседних квартирах ситуация та же. 8 семей боятся, что вода смоет и без того аварийный дом. Ну, в общем, выкачали они 7 машин. Толку нет никакого. Я уже не знаю, действительно, куда уже биться, куда обращаться. Это какой-то кошмар. Больше 500 тысяч кубов снега уже вывезли с улицы города. Это два раза больше, чем обычно. Но ситуация по-прежнему сложная. На 12 часов дня поступило 80 заявок. 40 в работе на данный момент. Ну, стараемся по возможности охватывать все заявки, выполнять их. Работаем круглосуточно. Из-за паводковых вод из строя вышел и городской коллектор. Трубы провалов в центре Петропавловска. Воду откачиваются с вчерашнего дня. Талая вода, она не призначена для канализации. Она попадает сюда. Ливневок не хватает, поэтому, естественно, она попадает к нам. Вообще, по городу все коллектора работают в правильном режиме. В том плане, что там двойную-трояную норму. Хотя они не приспособлены для этого. За нерабочую ливневку уже наказали нескольких чиновников строгими выговорами. Но работать лучше, но от этого не стало. Трубы коллектор, конечно, починят. Вот это все уберут. Только лота от частных дома никто не будет. Кстати, на днях в регионе снова ожидают похолодания. Ночью вода будет замерзать, днем тает. И так числа до 20-го. А потом синоптики ожидают просто июньскую жару. И снова напасть. Наводнение. На этот раз прогнозы неутешительные. Возможно, сегодняшняя беда покажется просто цветочками. Ольга Витакевич, Сергей Шут, 7 канал, Петропавловск.